Доброе утро! Мы сегодня едем смотреть машину и будем целый день кататься. Хочу поснимать, показать, как это все происходит, и машину мы хотим уже купить. Посмотрите, сколько заброшенных школьных автобусов. Они стоят в лесу, там где-то, пустые, некоторые без окон. Их очень много там, school bus. Причем непонятно, как они туда заехали. Какая-то парковочка огромная. Страшная. Здесь есть остановка? Очень много. Наконец мы приехали, два с чем-то часа ехали. Да, ну, я не уточнил, здесь находится машина или нет. Вот такие здесь машинки продаются. Стоит. Да, но она после аварии. Ну и что? Смотри, какая красота. Может быть, у меня авария была, а капот крашен. Я как торгаш, бывший. Вова сейчас сразу определит. Она 19500. Вот такой Lexus. Большая машина, да? Да. Да. Ой, а сидушки-то старые, потресканные, электрические. Да, вот, она вот так складывается. Можно полностью разложить, как диван. Дочь, дочь, подожди. Я сейчас там разложу, посмотришь, посмотришь, как. Здесь можно попкорн себе набрать, где машины продают бесплатно. А также можно сделать кофе совершенно бесплатно. Взять вот такие еще, видимо, это сливки. Покажи, сколько там у тебя попкорна. Набрали полный пакет. Как в кинотеатре за полторы тысячи тенге. Вова пошел просить скидку, потому что машина битая. В общем, Вове не удалось выпросить скидку. Зато удалось нам попить бесплатный кофе. Съесть попкорн. И у них везде бесплатный интернет. Можно везде подключиться бесплатно к Wi-Fi. Везде вообще абсолютно. На три дня мы сняли отель с аквапарком внутри. С бесплатным аквапарком. То есть жители отеля могут здесь посетить аквапарк. На улице примерно 23-25 градусов. Полноценный. Я бы сказала, настоящий аквапарк. Не как в отеле. С горками. Грибок. Вода очень теплая. Сейчас 9.30 утра. Мы приехали в Вольво-центр. Почему-то она именно здесь стоит, в Вольво. Потому что ее кто-то сдал и купил себе новую. И Вольво купил, да? Прикольно. Можно сдать свою машину, видимо. Приедем. И поменять, так сказать, с доплатой на новую тачку. Дядя принесет ключи. Быстро подбежал к нам американский продавец. Сказал, что принесет ключи. О, белки-белки бегают. Туда-сюда. Они радуются, Сара, что ты пришла. Играться с тобой. Что-то мне больше нравился наш белый. Почему? По ценой? Во-первых, был дешевле. Во-вторых, какой-то он старый. В смысле старый? Вот здесь крашеный. Вот эта часть крашеная. Ну, большой Лексус, конечно. Нам только такая машина нужна. 2009 года. 22981 доллар. Надеемся на скидку. Такой старенький, конечно, джипик. Весь покосанный. Вот эти все отваленные штуки. Почему-то... Да, мне не понравился Лексус 570. Он оказался в багажнике меньше. Мы разложили. И если с учетом того смотреть, что мы будем путешествовать и иногда спать в машине, то багажник меньше оказался, чем в 470. В 460 оказался больше багажник, чем в этой машине. Нам сказали, что в Крикет недорогая связь мобильная. Нам нужен 4G интернет. связь, телефон, чтобы потом оставлять всем свой номер американский. Удивительно, что можно воспользоваться уборной. Мы зашли за телефоном, за интернетом. И здесь как бы есть туалет для всех. Как я поняла, если два телефона, то 80 долларов в месяц. Безлимитный. А так 60 безлимитный. В месяц очень дорого. Потому что в Казахстане, если сравнивать, конечно, интернет намного дешевле. Вышли довольны. Из Крикет нам дали телефон. Симка внутри местная. Телефон, считайте, смартфон в подарок. С камерой хорошей и с дисплеем ярким. Интернет на 5 гигабайт. Все это вместе за 10 долларов. Нам, обычным людям, с туристической визой, без адреса. И, в общем, без каких-либо документов. Как бы дали в подарок смартфон. Адрес, да, мы могли дать. Но вы можете любой дать адрес. Они не проверяют. Адрес отеля, да. Адрес отеля, да, чего-либо. Они не звонят, не проверяют. Мы решили переставить симку ко мне в айфон, чтобы раздавать интернет на другие мобильные устройства. Но оказалось, что это невозможно. Я не могу раздавать интернет на другие устройства. За это нужно доплатить, да? Да. Помните, я в своем инстаграм показывала stories, что здесь аллигаторы водятся. Вот там значок опасных змеи и аллигаторы. И, в общем, я так предполагаю, что в этом маленьком озере они водятся. О-о-о-о-о. Что это? Что это есть? Вот. Это змея. И она причем стоя передвигается. Везде продаются эти цветочки, потому что Рождество, Новый год, и они украшают в квартирах, в зданиях. Везде стоят красного цвета такие цветы в горшках. Эти цветочки повсюду, по всему магазину, и у них потрясающий аромат. Здесь уже начинаются пальмы, прям много-много маленьких пальм, как в Индии, либо в Шри-Ланке, либо в Таиланде, где-то мы едем. Мы заехали на маленький-маленький остров Матлака. Дальше мы будем на более большом таком, даже не остров, а болото, наверное. Продают креветки, рыбку. Креветки 3 доллара. Только их не видно. Где рыбки? Вон! Вау! Их много. Почему такая красная вода, красноватая? Она не красная, это от водоросли, от йода. От йода? Смотрите, как кто-то украсил свой дом. Вот это я понимаю, Новый год. Люди так с размахом просто любят этот праздник, отмечают. Класс! Вот мы нашли выход на пляж. Песок потрясающий. Он белый-белый. Действительно белого цвета. И я буду лыбок ловить. Лыбок. Жарко! Я сейчас наберу туда воды. Я думаю, что градусов 29-30 сегодня. Очень жарко. Есть люди на пляже. Сара в шоке, потому что чайки не улетают. Они настолько ленивые, жирные. И просто они... Сара, нет, не нужно их гонять. Сарочка, не гоняй. Просто тихонечко подходи. Смотрите, какие они красивые. Они прям рядом здесь. По дороге остановились возле лавочки. Здесь фрукты продают местные. Ну, я так догадываюсь, что вроде местные. Вот авокадо по доллару. Я, пожалуй, возьму. А есть крупные по 2,50. Огромные просто. А также кокосы. Кокосы по доллару 50, но они не открывают их. Вот эта сумочка апельсинов стоит 3 доллара. Арбузы. Арбузы дорогие. Я все-таки решила попробовать авокадо огромный. Авокадо огромный. И клубничка. Без запаха. Запаха. А вот это запах. Да, с ароматом. Клубника не очень вкусная. Пахнет, но вкус такой, как будто китайская наша. В супермаркете даже вкусают, даже запах. Да. Ребят, чтобы вы понимали, по Америке вообще никак нельзя путешествовать без машины. Да? Если вообще, если у тебя нет машины, ты не сможешь ездить между городами, по штатам, потому что общественный транспорт, он очень плохо развит. И на автобусах ты будешь полдня стоять и ждать автобус с остановки на остановку. Даже если по гуглу смотреть маршрут, то очень долго на автобусе ездить. Так что тут нужно иметь свою машину. Это обязательно, обязательно. Дедушка Санта-Клаус за рулем. Вот вам и Америка. Чисто и тепло. Вова пошел набирать воду из паильника. Капец. Посмотрите, действительно барбекю для инвалидов. Я не могу. Вот это да. Все для людей. Я в шоке. Стол для инвалидов. Посмотрите, специально место, чтобы человек подъехал на коляске сюда. Какие умнички. У меня прям аж мурашки по коже пошли. Насколько прикольно, да? А вон прожекеров сколько. Причем они с двух сторон. Там прожекеры и здесь прожекеры. Чисто как. Новенькое все. Пончо де леон. Так чисто я поражаюсь. А вон белка-белка, снова белка. Вот такой кайф. Вот мы прогуливаемся. Здесь люди играют в теннис. Кто-то на велосипедах. Кто-то пешком. На гитарах играют. Очень прикольно. Я в шоке. Такие классные дома. Как красиво. Вот сразу хочу дом. Хочу показать вам, как выглядят стандартные номера. Дешевые в Америке. Если вы бронируете за 50 долларов отель, то плюс налог это где-то будет 55-60 долларов. Минимальная цена. И вот так выглядят эти номера. Вот они практически... Вот сколько мы уже снимали. Я не знаю, сколько мы поменяли уже отелей. Они все одинаково практически выглядят. Где-то просто чище стены там, например. Где-то немножко постарее кровать. А так все высокие. В основном две раздельные такие. King size либо одна большая. Вот. И все. И вот кофе. Кофемашина иногда нет. Холодильник, микроволновка. Но вот здесь она не работает. И какой-нибудь бассейн за окном. Это такая, знаете, придорожная... Придорожный мотель. Ничего особенного. Просто переночевать. Самое главное, что чистые постели. И санузел тоже чистый. В Америке очень легко растолстеть. Потому что недорогая еда это фастфуд только. Даже те же овощи и фрукты, они дороже, чем обычные булочки. Там очень-очень калорийная вредная еда жареная. Она дешевле стоит. Вот. И мы так ищем альтернативу какую-то. Купили хумус. Можно овощи макать. Либо вот крекеры. Но они тоже калорийные, конечно. Но не так сильно. Соленые крекеры с хумусом. Как закуска. Мы въезжаем в центр города Тампа. Проезжаем мимо него прям. И я давно не видела высокоэтажных зданий. Потому что везде, где мы ездим, какие-то маленькие домики. Маленькие домики двухэтажные, трехэтажные. Вот высоких не видела, не встречала. Мы все время по окраине, вот через центр. Поэтому сейчас пробка небольшая. Потом уже вечер в 6 часов. Вечер на 6 часов. Так как мы новички в Америке, мы рады любой информации. Если вы владеете какой-либо информацией о стране, о купонах, каких-то, не знаю, лайфхаках жизни в Америке, то, пожалуйста, поделитесь с нами этими советами. Можете писать под видео, либо в личные сообщения, где вам нравится. Да, мы очень будем рады. Хочу сказать спасибо моим зрительницам, которые помогают, которые живут здесь в Америке. Привет вам. И есть также люди, которые тоже ведут каналы свои в YouTube. Они тоже очень помогают нам. Как бы есть такие вопросы, без которых бы, без них бы мы не разобрались в этих вопросах. Так что спасибо всем, кто помогает нам. Мы вот очень вам благодарны. Спасибо за просмотр. Мы едем дальше. И ждите новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok